Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. У сельскохозяйственных объектов на селе есть будущее. Такое заявление сделал Александр Цибульский в рамках рабочей поездки в Коткино и Великовисочное. Временно исполняющий обязанности губернатора посетил все объекты социальной инфраструктуры этих населенных пунктов и пообщался с жителями Нинницкой глубинки. Репортаж Алины Волчейской. На смене сегодня Юрий Бараков. Впрочем, в Котельной он, как и все его коллеги, находится на птичьих правах. Трудовые отношения кочегаров держатся сегодня на честном слове. Никаких договоров, люди работают, можно сказать, безвозмездно. Мы бастуем, понизили температуру, конечно, мы этого делать не должны, но а как нам достучаться? Люди тоже в этом не виноваты, что им мало тепла приходит домой. А ведь из этой котельной поступает тепло во все социальные объекты села. Еще с полсотни жилых домов также получают обогрев за счет кочегарки. Проволочки с договорами начались в прошлом году. Тогда всех работников уволили, чтобы якобы перевезти в другую организацию. Вместо отпускных выплаты, положенные при сокращении. Негодующие кочегары озвучили проблему Александру Цибульскому. Показали, что это вопрос разрешим, и все есть правила к началу отопительного сезона. У нас уже два месяца отопительный сезон продлевается, кочегары на постоянном отстое не приняты на работу. Зарплаты нет. Я понимаю, но после того, когда здесь был губернатор и был у нас Михеев, после этого разбирались с Курленко, он сказал, что зарплаты поднял. Нет. Ничего подобного. В маршруте временно исполняющего обязанности губернатора все социально значимые объекты Коткина. Одним из первых Александр Цибульский посетил детский сад. Здесь воспитываются 22 маленьких жителя Коткина. В целом тепло и уютно. Только стены начали трескаться, докладывает заведующая. Здание 81-го года постройки проседает из-за особенностей ландшафта. Это сейчас здесь все высушено. А в свое время-то это же было болото-болото. Так что оно в прошлом году у нас так походило, что все крыльца так подняло, что даже дверь упиралась в крыльчки. Дом для малышей нуждается в капитальном ремонте. Но, по словам муниципалов, денег на эти цели нет. Александр Цибульский поручил руководителю департамента образования взять этот вопрос на контроль. Ну а в Коткинской школе все довольно неплохо. Здание, конечно, старое, но содержится в чистоте и порядке. Глава региона прогулялся по коридорам, осмотрел кабинеты и оборудование. Увиденного остался доволен и даже лично пообщался с учениками. Как вам школа? Нравится школа? А какой предмет любимый? Информатика. А что на информатике делать? Гусины. Гусины? Программы пишете или что? Мы не программы, мы их потом изучим. Ну вы информатику изучаете, затем будущее. Смотрел Александр Цибульский и объекты, которые обеспечивают продовольственную безопасность села. В Рио посетил местную хлебопекарню, а после отправился в недавно открытую модернизированную ферму. Поголовье с ПК Сула насчитывает 417 особей крупного рогатого скота. Из них 167 коров – это дойное стадо. Примечательно, что в новом телятнике практически все процессы автоматизированы. Все, коровы заходят. А благодаря специальному ошейнику теперь можно круглосуточно отслеживать состояние каждой буренки. Вот это весь списочный состав наших коров. Любую корову можно посмотреть по номеру. И на эту корову потом можно посмотреть ее активность, руминацию, ее отдых. На графике как раз активность, да, показано? Да. Вот активность – это серый, а руминация – это ярко-зеленая. Еще один населенный пункт, куда наверлся глава региона – Великовисочная. В Печорском селе Александр Цибульский первым делом осмотрел животноводческий комплекс, работа которого по решению суда приостановлена на два месяца. Напомню, Ненецкий Роспотребнадзор выявил в деятельности хозяйственников грубые нарушения санитарных норм. Их сейчас устраняют, ведь без молочной продукции приходится туго не только жителям виски, но и соседних сел. Вот молочная продукция, причем она с очень хорошего качества и жирности, она всегда славилась по округу. Да, берут даже сами лабурские приезжают к нам, они закупают сметану, масло, все стараются купить у нас. В завершение рабочей поездки Александр Цибульский посетил местный дом культуры. Сельский клуб значительно пострадал во время весеннего половодья. Теперь нужно проводить капитальный ремонт. Вот должны, там по смете вот эта стена тоже, замена этой стены, бетонирование всех полов, потому что если нас будет топить, это все, как бы каждый год мы будем в разрухе жить. Деньги на реконструкцию ДК пообещали выделить. Как и решить остальные проблемы, которые озвучили жители Ненецкой глубинки. В целом же временно исполняющий обязанности губернатора остался доволен рабочей поездкой. По словам Александра Цибульского, сельская местность сегодня остается на пути развития. Коткино вообще так очень крепкое хозяйство, очень такие трудолюбивые люди, явно нацеленные на результат. Все у них так, знаете, как в таких хороших зажиточных деревнях. Здесь немножко другая история, немножко подкосило, видимо, поводок, который был. Ну и, тем не менее, люди развиваются, люди готовы здесь жить, не хотят отсюда уезжать. И это, как минимум, мы должны воспринимать для себя, как некую дорожную карту для дальнейшего совместного действия. Рабочие поездки главы региона будут продолжаться. Временно исполняющий обязанности намерен лично посетить каждый населенный пункт. Алина Ваучейская, Сергей Качегов, телеканал «Север», село Коткино и село Великовисточное.